Без преувеличения можно сказать, что Владимирская область тесно связана с покорением космоса. В Вязниках родился лётчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза Валерий Кубасов. А наш земляк, ковровчанин Игорь Яцунский, на простое логорифметической линейки рассчитал траекторию полёта космического корабля «Восток», на котором совершил свой первый полёт в космос Юрий Гагарин. Сегодня, наверное, тяжело это понять, как без всяких компьютеров можно сделать такие сложные расчёты. В то время это было сделано с помощью вот такой логорифмической линейки. На самом деле, сегодня ковров продолжает носить свой неоценимый вклад в покорение космоса. В конструкторском бюро «Арматура» разрабатывают и изготавливают системы наземной инфраструктуры. Накануне дня космонавтике необходимо вспомнить и почтить память первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, депутат областного заксобрания фракции «Единая Россия» Алексей Гавырин и депутат Госдумы лётчик-космонавт Максим Сураев посетили место гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. В деревне Новосёлого Киржачского района уже много лет нуждается в реконструкции мемориал, установленный на месте гибели Гагарина и Серёгина. В 2017 году был представлен не только план реконструкции, но и окончательный архитектурный вид памятника. Однако проект так и не запустили. Мемориал продолжает разрушаться. Нам необходимо завершить, безусловно, реконструкцию мемориального комплекса. О сумме говорить рано, потому что масштаб проекта достаточно обширен. У нас есть понимание 2018 года стоимости всех работ. Это чуть больше 300 миллионов рублей. Это сумма, которая тогда предусматривалась на завершение реконструкции мемориального комплекса. И эти мероприятия завершать необходимо. Несколько лет назад сгорел, около трёх лет сгорел домик. Огнём были уничтожены некоторые экспонаты музея, который располагался в этом домике. Больше того, огнём и уничтожены были некоторые детали самолёта МиГ-29, которые в дальнейшем мы установим на пилон, сегодня уже смонтированный на территории мемориального комплекса. Депутаты Алексей Гавырин и Максим Сураев возложили цветы к стеле мемориального комплекса. В ходе встречи они обсудили не только варианты реконструкции мемориала, но и возможности доведения проекта, представленного ещё в 2017 году до полного завершения. Чтобы реализовать те идеи, те задумки, которые были у, наверное, главного идеолога Алексея Архиповича Леонова, необходимы средства, значительные средства. Кроме этого, важно ведь не только создать, а важно ещё и содержать, поддерживать всё то, что будет создано в хорошем состоянии. Сегодня все те усилия, которые здесь осуществляются, они происходят, во-первых, благодаря Кижайскому району, прежде всего, потому что на балансе Кижайского района находится этот комплекс. Ну и благодаря фонду памяти Гагарина. Мы сегодня с Максимом Викторовичем обсуждали возможные шаги совместные, по тому, чтобы передать этот комплекс на федеральный баланс, для того, чтобы завершить все эти работы, которые здесь запланированы. По словам Алексея Гавырина, помочь в решении этой проблемы должен совместный депутатский запрос, направленный в Министерство культуры с предложением передать мемориальный комплекс на федеральный баланс. Идея хорошая, что это всё равно будет точкой притяжения, потому что и будет здесь и туристический поток, и, может быть, как-то подумать, что включить это место, может быть, как-то и переговорить с Ростуризмом о том, чтобы это место было включено в какие-то туристические маршруты, потому что люди потянутся. Но, опять же, всё правильно было сказано, что надо эту историю просто довести до логического конца. То есть нужны финансы, нужны средства, чтобы было всё доделано, чтобы было всё благоустроено, чтобы действительно люди приезжали сюда и, ну, так скажи, могли нормально, комфортно посмотреть и увидеть собственными глазами, как это происходило, как это случилось. Поэтому будем думать совместно, будем решать проблемы, будем подключать людей, будем подключать, я думаю, что отряд космонавтов, конечно.